Приветствую вас. Вы ведёте речь о панических атаках. Вот. Если мы говорим о панических атаках, то это история всегда про страхи, это история всегда про в определённой степени сомнения в себе. Это всегда в той или иной степени стык какой-то. Это всегда в той или иной степени запрет себе на что-либо, то есть запрет себе каких-либо потребностей, каких-либо желаний. Это всегда история про тревожник, то бишь про игнорирование, игнорирование каких-то событий в вашей жизни, про игнорирование каких-то моментов, связанных с изменениями ваших чувств, связанных с изменениями ваших переживаний. И, соответственно, ну вы их просто-напросто игнорируете и, соответственно, за счёт того, что вы их игнорируете, за этот счёт, из-за этого, точнее из-за этого вас начинают проблемы, из-за этого вас начинают трудности, из-за этого вы испытываете станический атак. Ну, так, как правило, бывает. Вот. Насчёт, соответственно, вам действительно нужно обратиться к врачу, вот. Ну, возможно, этот врач не обязательно из вашего города, возможно, имеет смысл съездить в соседний город, если у вас есть такая возможность, лучше всего, лучше всего эту возможность как-то реализовать, потому что, ну, в противном случае ситуация будет, ну, как-то вот ухудшаться, вот. Ну, именно диагнозы, именно диагнозы вам никто не поставит. А, научно вам диагноз не поставить не будет, потому что это не было бы им профессионально, вот, ставить вам диагноз, а, заучно. И, игнорировать те моменты, которые вы, например, можете не знать, допустим, про, ну, про себя, про то, что вам хочется, про то, что вас действительно на самом деле волнует и так далее. Вот. Поэтому к этим вещам нужно отнестись крайне ответственно, потому что от этого зависит ни много ни мало. то, как вы будете двигаться по жизни, по жизни своей дальше и любая музыка вам навредит. Вот. Вы совершенно, совершенно, совершенно правильно сделали, что не послушали свою знакомую, самая знакомая дает вам советы, знакомая дает вам какие-то рекомендации, но эти рекомендации, они не имеют крайне сомнительные основания. Вот. И, мне кажется, что, если вы будете им следовать этим, ну, этим основаниям, если вы будете следовать, то, ну, скорее всего, у вас возникнет еще больше трудностей, чем сейчас. Это все происходит. Вот. Потому что вы послушаетесь другого человека, но не прислушаетесь к себе. В любом случае, панические атаки, вот, при любом раскладе, панической атаке, ни в коем случае, нельзя считать физиологическим, чисто, физиологическим заболеванием. Вот. Потому что, как правило, у нас, собственно, любые, вот, психические заболевания, в том числе, ну, панические атаки, они, как правило, имеют под собой, ну, скажем так, основание психологических проблем. Вот. И, эм, основание для психологических проблем не решается, а значит, эм, путем лечения. Решается, эм, путем, скорее, эм, ну, не путем лечения, а путем психотерапии. Вот. А лечение медикаментозное применяется для облегчения, эм, условий, для этой самой, эм, психотерапии. Вот. Вам желательно этот момент для себя учить, вам желательно этот момент для себя понять, вот, и выработать, выработать ту стратегию поведения, эм, которая вас, которая вас, ну, устроила быть, да? Которая бы вам, эм, подошла бы, идеально подошла бы к вашей ситуации. Вот. Какая это стратегия, я не знаю, вот, возможно, это стратегия, например. Ага, ну, возможно, возможно, это стратегия изначального поиска врача все-таки. Вот. И после этого вы занимаетесь психотерапией, психотерапией. Вот. А, возможно, это, эм, ну, скажем так, эм, все-таки, вот, эм, психотерапевтическая, эм, больше истории, да? Эм, возможно, это больше, эм, такая вот, ну, возможно, это больше психотерапевтический, э, момент. Вот. И потом только, эм, только потом уже, эм, можно будет говорить о, эм, лечении. То есть тут, ну, исключительно, вот, эм, как вам удобно, тут исключительно, как вам, эм, хочется, как вам нравится, вот. А, мне кажется, что только вы решайте, но, э, решать эту ситуацию нужно быстрее, вот, потому что, э, панические атаки, они сами по себе не уйдут, вот, панические атаки, они будут вас успокоить и дальше. Потому что, если вы находитесь вне Владаше со своими чувствами, если вы не находитесь вне Владаше со своими эмоциями, эм, вот, эм, ну, в общем, и в целом, эм, 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 ситуация, она, эм, еще ничем хорошая, не закончена, эм, в любом случае, вот. Такая вот история, эм, обратите, обратите, пожалуйста, внимание свое, свое, на то, что вы не задаете, э, вопрос, да? То есть, вот, эм, вы не пишите, э эм, вопрос и эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээхээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы оставляете, как бы, вот, ну, на введение специалистам, да, вот, решение вашей проблемы, то есть выбор решения ваших проблем, вот, а вы, типа, своего рода так вот ситуацию взяли и спустили, ну, спустили на драматах, вот, я не думаю, что это, хорошая история, но не думаю, что это, адекватная история, вот, но, тем не менее, сейчас вы находитесь вот в такой ситуации, мне бы хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы было иначе, чтобы было по-другому, вот, но пока что вы демонстрируете, вот, такой аспект, и такой момент, вот, подумайте, пожалуйста, над тем, что я ошибаюсь, подумайте, пожалуйста, над теми моментами, которые я озвучил, это очень важно, вот, и если, если вы решите, да, если вы надумаете, надумаете, а, действовать, если вы надумаете, если вы надумаете, а, что-то в себе менять, да, допустим, что вам нужно будет выбрать психолога для, именно, для работы, психотерапевтической работы, знаете, выбрать психолога, кстати, вот, и с ним начинать, а, последовательно, именно, последовательно, решать ваши проблемы, ваши трудности, ваши страхи, вот, которые имеют место быть, безусловно, вот, если врача, то, имеет смысл обратиться в раздел медицины, там, а, спросить, допустим, у людей, где есть вот, а, такой хороший врач, например, который мог бы вам помочь, да, вот, и находился бы не очень далеко от вас, такая вот история, ну, и, наверное, основное главное, это то, что, почему вы решили, что у вас, собственно, панические атаки, все это, ну вот, что идентифицировано, все идентифицировано, ладно, как панические атаки, так и конкретно, и почему вы предлагаете с ними, или именно бороться, То есть, почему вы боретесь, пытаетесь бороться с пандемическими абэками, а не, там, условно говоря, ну, не пытаетесь раскрыть, что за ним стоит. Потому что, если вы боретесь с чем-то, пытаетесь себя что-то подавить, вот, ну, как правило, тем хорошим это не заканчивается, к сожалению. Вот, я надеюсь, что для вас это было полезно, надеюсь, что для вас мой ответ был полезным, более полезным, чем все это сделали до этого. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok